Пожалуйста, дайте наставление женщинам Индии, которые имеют дело с ленивыми партнерами, упрямыми родителями и скучающими детьми. Как жить всем вместе с состраданием среди всего этого хаоса, когда объем работы по дому вырос, а профессиональная идентичность исчезла? Тебе очень повезло. У тебя ленивый партнер. Телевизор, очень активный мужчина, который 24 часа находится дома, это как слон в посудной лавке. Твой партнер ленив. Тебе очень повезло, потому что он либо спит, либо смотрит телевизор, что-то в таком духе. Если бы он был очень активным, возникла бы целая куча проблем. Твое представление о более активном партнере в том, что он придет на кухню, помоет посуду, подметет пол. Подобные очень милые мужчины бывают. Но большинство не такие. Я не говорю, что мытье посуды и уборка дома — это женская работа. Нет. Но мужчина не против жить в грязи. Женщина хочет, чтобы все было чисто. Поэтому ей приходится все чистить. Просто зайдите в холостяцкую берлогу и сами увидите, что там полный бардак. Он выйдет из душа и начнет, где мои трусы, где моя одежда. Здесь, в центре йоги-иша, мы обучаем мужчин быть немного более дисциплинированными. Иначе таково мышление мужчины. Последние 40 лет я неустанно пытаюсь заставить людей аккуратно ставить свою обувь. Потому что это мужская привычка — прийти, сбросить обувь, правая туфля там, левая здесь. Сейчас мы пробудили женское начало во всех мужчинах, по крайней мере здесь, и на всех наших программах. Все они аккуратно расставляют свою обувь. Обычно они ее разбрасывают. И поскольку женщина не может вынести этого, она собирает и ставит ее как надо. Как-то раз Шанкаран Пилай... Нет, не как-то раз, сейчас, в эпоху вируса. Потому что это время запомнится как эпоха вируса. В это вирусное время Шанкаран Пилай припарковал свою машину у аварийного входа в больницу на полосе для спецтранспорта. К нему подходят полицейские и спрашивают, что это значит? Он говорит, ну там же написано, можно парковать. Вот как он это понимает. Штраф за парковку можно парковать. А какие качества у детей? Упрямые родители и скучающие дети. Понятно. Упрямые родители, скучающие дети. Что ж, такова семья, которую создали мы. И если вы теряете отождествление со своей работой, на самом деле это хорошо на некоторое время, если только вы не работаете из дома. Важно понимать, что это лучшее время, если вы хотите изменить свою семью, какими бы они ни были. Они упрямые, им скучные, они ленивые, гиперактивные, бестолковые. Какими бы они ни были, разные люди ведут себя по-разному. Но теперь они в плену у вас дома. Если вы хотите изменить их, это лучшее время. Потому что как только они выйдут, они станут недоступны. Каким бы способом вы не хотели их трансформировать, если вы хотите попробовать, нет лучшего времени, чем эпоха вируса, потому что они все застряли дома. Им некуда деваться. Если вы скажете им 10 вещей, по крайней мере пару из них им придется сделать. Они не смогут просто игнорировать это. Какими бы упрямыми или ленивыми они ни были, или как скучно им бы не было, если вы скажете 10 вещей, как минимум 2 вещи им придется сделать. Иначе, насколько я понимаю, за еду в доме отвечаете вы. Судя по тому, как вы описываете ситуацию, очевидно, что никто из них не готовит. Это делаете только вы. Приготовление пищи в ваших руках. Поэтому вы можете с легкостью этого добиться. Все, что нужно сделать, это во время ужина. Хотя сегодня уже поздно, вы уже приготовили еду. на следующее утро во время завтрака скажите им, в то время, когда они проголодаются и попросят накормить их. В этом они не будут лениться. Они все придут на завтрак. Сядьте вместе с ними. При необходимости спойте «Асатома садгамая» или спойте какую-нибудь песню, если умеете петь. Но при этом никакого завтрака. Мы все счастливы и находимся вместе. Какая тогда разница? Есть завтрак или нет завтрака? Какая разница? Расскажите им, что не имеет значения. В конце концов, мы же все вместе. Быть семьей значит быть вместе. А не мыть посуду и убираться в доме. Смысл семьи же не в этом. Быть семьей значит быть вместе, посылать друг другу воздушные поцелуи. Тогда они поймут, что значит быть семьей, что нужно мыть посуду, мыть пол, убирать паутину, выносить мусор. Вот что значит быть семьей. А если при этом у вас также получается посылать воздушные поцелуи, когда вы вносите мусор, то у вас все отлично. Но если не получается, просто делайте то, что необходимо, потому что это важная составляющая семьи. Это организация. Это организация, где людям нужно есть, нужно жить. Людям нужно жить. Это означает, что сначала нужно сделать некоторые вещи. А уже после этого будет иметь значение то, какие вы милые и чудесные. Хорошо бы вам это понять. Итак, когда утром позовете их на завтрак, процитируйте им шлоку, или спойте песню, или что-нибудь, что вы умеете, и скажите им, «Мы — самая замечательная семья. Давайте наполнять нашу жизнь любовью, держаться за руки. А завтрак подождет. Такие мелочи нас не касаются». Тогда ленивые и упрямые исправятся, а те, кому скучно, проявят интерес. Все наладится. Не думайте, что семья — это один большой любовный роман. Нет. Нужно уметь ей искусно управлять. Вы можете управлять ей с любовью. Это другое дело. Но ее управление требует больших усилий. В противном случае без разумного управления ситуацией никакие отношения не выдержат. Это очень важно. Очень важно. Продолжение следует...